Кухня ЖКХ Представлен более чем в половине регионов страны, а теперь его представительства созданы и в Кирове. Главная его цель – поиск баланса интересов участников рынка от собственников, управляющих компаний до органов власти, рассказывает нам директор ассоциации Татьяна Випредская. Эти компромиссные решения порой находятся на поверхности. У нас страна большая, опыта много, так как есть потребность привести сюда новые решения, технологические инновации. Было принято решение со стороны участников рынка привлечь больше внимания к их проблемам и открыть здесь представительство, которое позволит решать эти вопросы. ЖК – это площадка, на которой собираются, раздаются, формируется общее мнение. В Кирове руководителем представительства НЖК стал гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Максим, чем в первую очередь будет заниматься Кировское разделение НЖК? Это и обмен опытом по работе и с населением, и с подрядными организациями, и с органами государственного контроля. Вопросы по повышению производительности труда, используя новые технологии и материалы. Масса проблем, которые нужно решать, которые не решаются, можно сказать, годами. При этом стараться их решать в том направлении, чтобы это чувствовали конечные потребители, жители. Финансово, чтобы это было в том числе и путем снижения тарифов. Либо это повышалось качество услуг. А теперь вопрос Татьяне Випрецкой. Вы уже познакомились с состоянием кировской коммунальной сферы, с нашими проблемами. Исходя из этого, какие задачи Кирову ставит НЖК? Надо заниматься текущим ремонтом и капитальным ремонтом, принимать срочные решения по фактическим состояниям многоквартирных домов. Второе. Серьезная переорганизация взаимоотношений между собственником и управляющей компанией. Должны здесь появиться центры по работе с населением. Не просто представительство управляющей компании, а брендированное, я бы сказала, сервис. Тот самый инструмент, который расширит сервисные услуги для любой управляющей компании, для ТСЖ в том числе. Центр компетенции, я бы так даже сказала, для собственников, когда они в чем-то недовольны, у них есть куда прийти. Третья тема – это ресурсно-набжающие организации, которые сейчас в данный момент не являются партнерами для управляющих компаний. Татьяна, расскажите, какие конкретно кейсы есть в распоряжении НЖК, которыми можно поделиться с Кировым? Если мы посмотрим взаимодействие с собственниками многоквартирными домами, лидерами пока является Нижний Новгород. По технологиям, внедренным в многоквартирных домах, в качестве проведенного ремонта – Татарстан, набережные Челны. Есть технологические прорывы, переход в цифровые технологии и умный дом, микрорайон Академическое, Екатеринбург. Так можно ли дешево внедрять новые технологии и сделать плату за тепло прозрачной? Можно. Как? Обсудим в следующий раз на нашей Кухне ЖКХ. Кухня ЖКХ